Съезжаем с улицы Ойкова. Давайте проедем на Уральскую. Листья осыпаются потому что тополя больные, а не потому что уже сентябрь, видите, желтые листья, они как-то тополиный клещ какой-то на них. И вот так рано осыпается тополя. Сегодня 16 августа 2021 года. За бортом плюс 29 градусов. И еще всю неделю обещают такую жаркую. Вот вам и середина августа. Так как ремонт на Уральской. Дорога сделана двух. Как это сторонняя. Уже снят слой. И здесь. Как-то не Айс тут ехать. Тротуар все делают. Смотрите. А я еду вам показать. Здесь уже сделана. Вот. А поля вырублены на аллее. Справа. Ремонт хотят ее делать. И куда гонят. Здесь сделана уже дорога. Как видите. И вырублены слева все тополя. Рипы у нас остались. Ой, как жарко на улице. А я уволилась с работы. Только что. Мне надо запомнить этот день. Проедем. Интересно. Когда ремонт сделают аллеи. Будет красиво. Что на Садовое. По летнему городу. Две недели и первое сентября. Не успеем оглянуться школьники в школу. Придутся. Вторая школа слева. Справа водоканал. Улица Садовая. А я еду. Мне нужно отвлечься. Не бойтесь менять свою жизнь. На сто процентов. Когда перед вами закрывается одна дверь. Обязательно откроется другая. Это я теперь точно знаю. И впереди ждет только хорошее. И позитивная. Садовая. 8 марта. Перекресток. Даже не Садовая. 8 марта. Мы едем по Садовой. 8 марта справа. Слева. Проспект Ленина. Тройной такой получается. Перекресток. Летний азбест. Жара жарища. Прижарища. В комментариях люди пишут. Развитие вашему городу. Я с ними соглашусь, что еще много нужно что сделать. Потому что если где-то отдохнешь, побываешь, начинаешь сравнивать. И получается немножко не в пользу того, где ты живешь. Хотя мы все привыкли. И нам кажется, что лучше нашего города нет. Справа парк еще не открыли. После ремонта капитального. Я не знаю, когда это будет. Вот он проспект. Солнечный. Смотрите, сколько рябины. С обеих сторон. Справа и слева. Улица Ленинградская. Рябиновая улица. Так, время не сказала сколько. Время полтретьего часа дня. То бишь обед прошел. Рабочий день сегодня. Понедельник. Справа торговый центр неба. Да, рябины в этом году. Ого-го. Гроздья прям. Птицам раздолье будет. Что проедем по Мира и Ладыжинскому. В общем, погуляем. Прогуляемся. Автопрогулка. До этого я ходила пешком. Надо сделать ролик. Сделаем. Пока дача некогда совсем. Погода нынче балует. Все лето, жара. Пару дней было прохладных. Как раз мы ездили в деревню. Когда бы надо было, чтобы было тепло. Ну, прохладный день. А так все жара. Кому надо, обгонят. Две полосы здесь. Сторонние движения. Улица Мира. Откуда столько пешеходов. Все отдыхают. Кто работает? Кто на работе? Да если все по улицам ходят, куда-то едут. Идут и едут. А кто ж в офисах-то сидит? Прям как на юге. Вчера вечером тоже была такая жара. Окна вообще никакие не дула. Отдача хорошо. Ну вот. Глобальная причина заставила приехать в город. Причину я озвучила выше. Очень большая причина. Важная. Крайне мере для меня. Это очень непросто. Очень непросто. Даже бы я сказала сложно. Решиться. Поменять все в корне. Ну, я сделала это. Солнышко скрылось. Солнышко скрылось. Наталья, тебе отдельный привет. Я знаю, что ты меня смотришь. Самый благодарный мой подписчик. Хорошо, что мы с тобой когда-то познакомились. Будь здоров, Озбест. Такие плакаты висят в 2021 году. На носу выборы. Везде реклама. Все баннеры увешаны различными призывами. Ну, вот здесь справа в аллее маленькой поставили знак «Я люблю Озбест». Я его сняла пешком, ходила, сделаю тоже. Вот видите, лавки там сделаны. И знак, как во всех городах «Я» сердечко «Азбест». То есть я люблю Озбест. «Я люблю Озбест». Пешеходики. На 67-й свернем, да? 67-й это «Квартар» называется. Или «Квартал», как хотите. На лево улица Махнёва-Калинина. 67-й направо, конечно же. Какое движение в 3 часа дня. В 5 часов даже вообще на светофоре по 3 раза не проедешь. В 3 захода. Едут, едут, едут. Вот впереди у нас Калинина 43. Слева «Челюскинцев» 30. А прямо вот этот «Человейник», даже не знаю, какой это номер. «Челюскинцев» наверное, посмотрим. 28, наверное. Раз этот 30-й. Проедем прямо. И свернем направо. Да, слева это «Челюскинцев» 28. Давай, дяденька, иди. Дорогой. Улица «Фархоменька» 2А. Вот такие улицы. Летом. Летний Азбез. Жаркий Азбез. Очень давно не было дождя. Прямо поедем. Заводской. Видите, какой здесь светофор по диагонали сделали. Удобно. То есть, если переходите, смотрите на светофор для пешеходов. А мы смотрим на светофор для водителей. Пархоменка 12. Справа частный сектор. Слева «Человейники». Пархоменка 15. Я называю «Человейник». Кто-то говорит «Муравейник». Кто-то говорит «Девиэтажка». Девятиэтажка, значит. Небольшой у нас город. Свернем на заводскую. Впереди завод «Арэмэзэ». Вот она заводская. С одного края Азбеста с Уральска мы приехали на другой край Азбеста. Давайте свернем на Плеханово. Будет «Черемша». Это третий край Азбеста. Надо же, как жарко. Ужас. 29 градусов. Пархусь, что ли, купить. Вот здесь заправка. Вот это пекло. Уже не ждали мы. Что еще будет жара. Ну, вот так прокатились сами потихоньку. Раньше здесь вот этой дороги не было. Потом ее, когда сделали, соединили район мира с 67-м кварталом. И стало совсем все рядом. Свернем опять на Лодыжинского и проедем на улицу Плеханово. До поля, до поля, до поля. Что-то там, не зря. По правую руку от нас будет храм. Слева городской горгаз. И еще слева городской автовокзал. Храмы и против автовокзала. Так, бензина нам не надо, не надо. Очень жарко. Просто невозможно. Поплеханово немножко. Мотанем. О comments. О metros. О. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...